Текущая экономическая ситуация напряженная. Слово напряженность сегодня звучало несколько раз. Таковы итоги первого полугодия. В консолидированный бюджет республики поступили 298 миллиардов рублей. Особую тревогу вызвало сокращение средств от налога на прибыль сразу на 5%. Этот источник доходов составляет более трети казны. 35 предприятий наших крупных снизили свои платежи. Это на 17,5 миллиардов рублей. Это серьезно надо проанализировать. Мы тоже должны не ждать в море погоды, а принимать решения. Как отметили в Минфине, на сокращение средств от налога на прибыль в основном повлияла российская тенденция уменьшения добычи нефти по соглашению ОПЕК+. В целом исполнение неплохое. И вот те цифры, которые у нас получились, она дает возможность нам полностью, своевременно дал возможность финансировать все расходы этой всей программы и зарплаты. Налоговики тоже обнадежили. По их прогнозам, в будущем ситуация начнет выправляться. С начала года в бюджетную систему перечислили 710 миллиардов рублей. Рост платежей идет в нефтедобыче, транспортировке, строительстве, банковской сфере, снижение в обработке, энергетике и торговле. Но уже во втором квартале, Рустам Игоревич, мы наблюдаем хорошую динамику, последовательное сокращение отставания от прошлогодних значений. Это видно на слайде. И думаю, к концу года мы ситуацию должны выправить. Рустам Мениханов призвал не успокаиваться и обратить внимание на убыточные предприятия. В общей массе их четверть. Это потенциальные банкроты могут быть. Поэтому балансовые комиссии не только не даем, куда надо смотреть. Надо смотреть и потенциальные угрозы, какие предприятия могут привести к тем последствиям, которые нежелательны. В свою очередь прокуратура задается вопросом, почему, несмотря на все предпринимаемые меры, в республике не снижается налоговая задолженность. Сейчас это более 11 миллиардов рублей. Альберт Суэргулов запросил список злостных должников. По результатам рабочих групп прокурорских почти 5 миллиардов. Добровольно после наших бесед с ними уплачено. Но темпы снижения у нас как-то не совсем активно идут. Мы плаваем примерно в одном диапазоне. Есть ли у нас системные неплательщики, которые постоянно требуют нашего контроля? Это первое. Второе. Вот мне докладывают, что у нас достаточно большое количество задолженностей имеют организации банкроты. Соответственно, здесь надо нам с вами разобраться, а что с конкурсными управляющими? Чем они там занимаются? Есть ли там у них возможности к погашению задолженности? На полову просто держимся. Хотелось бы кратно, конечно, начинать снижать задолженность. Договорились? Жду от вас списки этих злодеев, которые систематически у нас не платят. Рустам Мениханов отметил, что в Татарстане реализует республиканские программы на 58 миллиардов рублей и подчеркнул, строительство каждого объекта – личная ответственность глав. Также он призвал легализовать теневую зарплату и сокращать неформальный рынок труда. Со следующего года в России вступает в силу целый ряд налоговых изменений. Вводится прогрессивная шкала НДФЛ, то есть процентная ставка будет зависеть от дохода людей. Также налог на прибыль увеличится с 20 до 25 процентов. И упрощенная система налогообложения останется для тех, чей доход меньше 60 миллионов рублей. Бизнесу и гражданам советуют учитывать и подготовиться к этим изменениям. Дмитрий Аринин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань.